Сейчас мы на интервью в «Спорт-24» на выставке Стива Макари. Впервые на его выставке, и я не знала, что вот его самая популярная фотография, автанская девочка, это именно его. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Так бы начал свой хит в «Федук». Сегодня мы в Музее современного искусства на выставке Стива Макари. И наслаждаться этой красотой и браздить по этим залам мы будем с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун. Рита, привет! Как у тебя дела? Отлично! Как часто ты бываешь в музеях? К сожалению, очень редко, но я очень рада, что сегодня мы выбрали это место. Сегодня мы исправим эту тенденцию. Вы смотрите «Спорт-24», это рубрика «24 вопроса». Театр или кино? Кино. Над каким фильмом ты ревела? «Союзники» с Мэрион Котьяр и Брэдом Питтом. Вот там я не могла успокоиться. В каком фильме бы ты хотела сняться? Наверное, точно в голливудском. С каким актером, с какой актрисой? Моя любимая актриса Алисия Викандер. Актер Том Хиддлстон. Какую книгу должен прочитать олимпийский чемпион? Гарри Чакмана «Пять языков любви». «Пять языков любви», я запомню. Кто нужен, чтобы стать олимпийской чемпионкой? Трудолюбие, терпение. Пахать нужно, пахать. Да, да. И бороться до конца. Обязательно. Сколько минут ты красишься? В повседневной жизни я не крашусь. Свидания минут 15-20. Сегодня утром? Сегодня утром 30-40. Инстаграм – это зависимость или просто от нечего делать? Это ни то, ни другое лично для меня, потому что это новостные ресурсы в сфере спорта, моды. Это работа в какой-то мере. Это общение с моими людьми. Я заказываю одежду там. А вообще, какой вид искусства тебя вдохновляет? Самое главное – это музыка для меня. Это мой самый главный источник вдохновения. Ну, с кем у тебя была самая запоминающаяся фоточка? Ну, самая такая, может быть, которая в рамке – это с моими тренерами. Олимпийские игры. Самое прям то, что останется. Рио, 16-й год. Тренерами в Кремлевском дворце. Ну, и, конечно, с ВВ, нашим Владимиром Владимировичем Путиным. Сколько селфи в день ты делаешь? Позавчера я была на премьере фильма, и по дороге я хотела сделать селфи. Я сделала фотографии 500 серий, и мне ни одна не понравилась. Ни одна не понравилась. У тебя есть фотография с Усейном Болтом? Реально он пунторез? Нас очень долго не подпускали, сказали, сначала он должен покушать. Он разнервничался, то есть ему нужно… Болт разнервничался. Ну да, ему нужно прийти в себя, успокоиться. Вышел совсем, сфотографировался, в этом он молодец. Что дарил тебе муж на первом свидании? Ну, как обычно, цветы, да, там. Потом уже и день рождения моего буду спела. И там он разошелся? И там была сумка, да. Кумир в мире спорта? Ирина Чащина, благодаря которой я пошла на художественную гимнастику. Чему бы ты у нее научилась? В детстве я копировала ее во всем. И мне говорили, что моя манера выступления чем-то похожа, и чему я безумно радовалась. Лучший спортсмен России на данный момент? В каждом виде спорта свой сильный спортсмен. И как можно сравнить, к примеру, сборную команду по хоккею и хрупкую Юлию Ефимову, которая лучшая, по моему мнению, пловчиха вообще во всем мире. Окей, ты сегодня великолепно выглядишь. Не могу не спросить. Самая стильная девушка на земле? Виктория Бехов. В трех прилагателях опиши Ирину Александровну Винер. Мудрая, великая. Жестокая? Нет, строгая. Строгая. Перейдем к твоим музыкальным предпочтениям. Фредди Меркер или... Эт Широ. Песен Эт Широ в моем плейлисте больше. Окей, а бывали такие моменты, что ты чувствовала, что у тебя звездная болезнь? Когда президент подарил нам машины, и когда мы выехали на улице Москвы после Кремля, когда все люди начали махать, хлопать и вот так показывать, но это не звездная болезнь, но тогда ты прям почувствуешь... Это прям радость. Катаешься на этой машине? Да. Удобно? Очень. Значит, в метро ты не заходишь? Нет, захожу. Бывает. Узнают в метро? Да. Иногда ловлю взгляды, и люди не верят, потому что, ну, вроде как в олимпийский чемпион. Ну, бывало, убрали автографы. Несбывшаяся мечта детства? Научиться играть на пианино. Какая несправедливость тебя постигла? Все, что не делается, все к лучшему. Все к лучшему, абсолютно. Не получилось там, но это дало толчок к намного большему. Хорошо, поверю. Хорошо. Самая дорогая покупка за последний месяц? Туфли. Какие? Такие с красной подошвой. Главные цели, их задачи на остаток 2018 года? Оставлю их, наверное, при себе, и когда я их совершу, я поделюсь в своем инстаграме. Отличная выставка. Я вот впервые на фото выставке, их впечатления просто великолепные. Мне тоже очень понравилось. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо, что позвали. Украсила наше интервью, украсила наш поход сюда. Друзья, смотрите Спорт24, читайте статьи на нашем сайте, поставьте лайк под этим видео, напишите комментарий. И вообще напишите, кого вы хотите видеть. С нами была Рита Мамун, меня зовут Анар Абрагимов. Пока!